Ветер, снег, мороз, скаженная жара, а мы уже готовы донести, и если не продукты, то хотя бы цены. Цены, которые сегодня есть на рынке. С вами программа «Одесса делает базар», и мы сегодня на рынке «Новый». Новый рынок находится в историческом месте города Одессы. Напротив него находится цирк. Вы знаете, все как в нашей жизни – цирк и еда. А вот почему цены на эту еду, я вам сегодня расскажу. За мной! Как только вы вошли в Новый рынок, сразу вас ожидает вот такой вот, знаете, не праздничный, но очень приличный стол. Здесь очень вкусная выпечка, а главное – коктейли детства. Молочный коктейль. Почему сегодня молочный коктейль? 8 маленький, 14 большой. А покажите маленький и большой, чтобы я сразу был… Ага! 8 маленький, 14 большой. И вы что-то добавляете туда? Они какие-то с наполнителями у вас идут? Да, да. А что есть? Какие наполнители? Клубника, лимон, ваниль, шоколад, банан, смородина. Клубника, ваниль, лимон, шоколад, банан, смородина. Дорогие друзья, возьмите молочный коктейль обязательно с какой-нибудь булочкой с корицей, и это будет очень вкусно. Ну что ж, в коктейле мы рассказали, а булочке, а булочке сегодня минимально стоит 5 булочек, максимально стоит гривен 15. Это правда. За пирог. А, это целый пирог. За 15 гривен это целый пирог с яблоком. Так что я люблю пироги. С вишней есть. От сладкой выпечки мы сделали два шага и нашли нашу самсу. Ну, о самсе мы уже рассказывали. Мне интересно, вот сегодня появились пряники. Пряники вы тоже делаете в тандыре? В тандыре? Пряник в тандыре. Первый раз такое вижу. Надо понюхать. Пахнет… Пряник пахнет где-то что-то чем-то восточным, не кинзой, где-то уцхасунели, наверное. Да, такая интересная штука. Не знаю, я не пробовал, надо попробовать. Пошли дальше. Итак, вот здесь мы видим… Начнем с капусты. Почем сегодня капуста? Капуста молодая наша уже, 5 гривен килограмм. Кабачок. Кабачок, 7 гривен килограмм. Красавец. Знаете, аж такой, аж в руку взял, аж приятно. Рядом лежат баклажаны, они же синенькие. Почем синенькие? 35 гривен килограмм. Перец. Эти перчики 35 гривен килограмм. В одной из наших программ мы готовили грузинское блюдо от джапсандали. Так вот, все вот эти продукты идут для приготовления. Если вы посмотрели, придите и купите. Так, хорошо, вот этот перец болгарский, красный, красивый. Это тернопольщина. Это тернопольщина. Это уже Украина научилась выращивать не в сезон такие красивые болгарские перцы, но пока они дорогие. Нам до сезона остался еще месяц, когда этот перец будет, я гарантирую, гривен по 10, по 15. Вот, ну это подождем, подождем. Так, лук, красавец лук. Вот такой вот лук сладкий, салатный. 25 килограмм. Кто любит авокадо, добавить салатик, почем авокадо? 35 штучка. Рядом лежит лайм. 20 гривен штучка. 20 гривен штучка. Тоже не сезон лайма. К осени он будет 8-10. Ну, для любителей лайма он пока есть. Обычный лимон сегодня 65 я вижу. Так, пошли на молодая морковочка, молодая. 15 гривен килограмм. 15 гривен килограмм. Фрешик с утра, с морковочкой, с яблочком. Это же чистое здоровье. Так, буречок. Буречок, зайка, тоже 15 гривен килограмм. Буречок, 15 гривен килограмм. Я недавно сделал молодой борщик, вы знаете, я прозрел. Это вкусно. Так, чесночок молодому борщику почем? Чесночок 80 килограмм. 80 килограмм. Ну и теперь вот эта радость, которая когда-то стоила на всех базарах за 100 гривен. И была редкость. Сегодня его становится все больше, но он всегда был дороже, чем обычный огурец. Это родничок. Родничок сегодня на рынке новый. У нас по? 60. По 60 гривен. Утконосовка, это с таким курносым носом, как у меня. 18 гривен килограмм. Микада, пошли по Микаде. 35 гривен ниже. 35. Все 35. Желтое, красное, бурое. 35. 30. Микада чуть меньше. 80. Это черри. Украина. Ребята, Украина научилась выращивать сладкие черри. Все. Мы Европу уже заткнули. Если не по футболу, то по помидоре. 80 гривен килограмм. Так, а вот такая Микада почем? Это мелкая, она 30 гривен. Тоже 30 гривен. Это, по-моему, черный принц, да? Черный принц. Черный принц. Почем сегодня черный принц? У нас 40 гривен. 40 гривен. Тоже хорошая цена для такой редкой помидорки. Почем вот такой красивый сельдерей? Сколько? 5 гривен. Вот такой вот уже громадный пучок 5 гривен. Если эту часть отрезать с помидоркой, с лучком, то из этой можно добыть еще немножко хорошего, вкусного фреша. Так, салат сегодня почем? 4 гривны. Вот такой пучок. Лучок, лучок, молодой лучок. 5 гривен. Можно сделать на 3, но это не значит, что вам за 5 отдадут как за 3. Это вам чуть-чуть меньше сделают на 3, если вам так интересно. Так, вот такой вот укропчик. 3 гривны. Шпинатик. Шпинатик. 5 гривен. Петрушечка. 3 гривны. А вот этот шпинатик? О, вот это большой уже шпинатик. Это за 6 и листья толще. Так, кинзулечка. Ох, кинза какая красавица. Сколько? 6 гривен. Вот такой вот сноб. Просто сноб кинзы. Так, для любителей зеленого борщика есть щавелечек. Почем щавелечек? 4 гривны. 4 гривны килограмм. Орегано почем сегодня? 8 гривен. 8 гривен пучок. Красавец пучок. Так, рукола. 100 килограмм. Рукола. 100 килограмм. Пучок делают на любые деньги. Есть. Так, что вот это такое? Тимьян. А, тимьян. Тимьян. Для мяса, для супчика. Сколько тимьян? Тимьянчик 10 рублей. 10 рублей. Вот такой пучок. Но такого пучка хватит вам на ведро чего-либо приготовить. А вот это что такое? Греческий базилик. Греческий базилик. Орегано. Ай-яй-яй. Очень ароматный. Пахнет такой аромат душистого перца у него. Вкусный, полезный. И базилика, конечно же. А вот это что такое? Это розмарин домашний. Розмарин домашний. Ну, розмарин, мы его видели в таких ветках, а это такой маленькими пучками. Почем, кстати, 7 гривен розмарин. А вот это почем? Греческий. 10 гривен. Так, это еще один базилик зелененький. Это лимонный. Так, а вот и перчик. Это такой в меру острый. Или сильно острый. Пикантный перчик. Его можно просто грызть или рубить в салат. Это будет тоже очень вкусно. И еще, здесь всегда есть вот такой вот лавашик. Конечно, его лучше делать на костре. Но я вам хочу сказать, я летом делаю, я беру один лист, режу пополам. В этот лист я нарезаю зелень. Ну, зелень я нарезаю, допустим, кинза, базилик. Вырежьте такую, которая вам нравится. Потрите туда сулгуни, потрите туда брынзу. Положите несколько кусочков помидоров. Сверните конвертиком. И положите на сковородку. И получается у вас на одной сковородке вот такой будет лежать конвертик. Вот такой конвертик вкусного, вкусного лаваша, сделанного дома. В сковородку я забыл, ничего не наливайте. На сухую раскаленную сковородку бросаете 3 минуты, и ваш сулгуни, ну, практически как с костра, готов. Потому что это вкусно. Пошли дальше. Многшество, которое есть только на новом базаре, но я думаю, скоро все базары подхватят это, потому что это правильно. Это свежевыжатый сок, он же фреш в простонародье. Я вам хочу сказать, в эту жару, в эту жару так хочется чего-нибудь хорошего выпить, и так смотришь на банку такой, думаешь, что что-то мне эту гадость налили. А тут тебе, при тебе апельсинку порезали, лайм лежит, грейпфрут лежит. А что вы еще делаете? Мы еще делаем на сегодняшний момент лимонад. Фирменный лимонад. Фирменный лимонад. Со льдом. Со льдом. Ты будешь лимонад, Сергей? Я угощаю. Сделайте нам, пожалуйста, два лимонада. Это с натуральным лимоном, льдом. И что еще туда вы добавляете? Клубника, лимон, мята. Клубника, лимон, мята. И все это заливаем спрайтом. С чем заливаете? Спрайтом не надо, не делайте нам. Сделайте нам тогда... Не будем мы спрайт. Еще мы должны спрайт пить в такую жару. Не хотим мы спрайт. Сделайте нам апельсиновый. Два фреша. Маленьких стаканчиков. Два фреша апельсиновых. Ну что ж, сейчас хлебнем фреш апельсинового. Витамины ударят по организму. Организм сразу воспрянет. И мы пойдем узнавать цены дальше. Только что мы выпили свежевыжатый фреш. А вот цены на фреш. Апельсин, грейпфрут, лимон, яблоко, морковка, сок вьетнамский. Это в баночках. Мохито тоже в баночках. Смузи клубника-банан. 25, 25, 30, 35. И здесь же можно вкусно пообедать. Вьетнамская лапша. Лапша с настоящего риса. Деланная вьетнамцами качественно. На нашей сахарной косточке делается бульон, лапша. И выпекается вот такая вот красивая вьетнамская булочка. Съешьте бульон, выпейте фреша. И все это не отходя с этого стула. Рынок новый. Это не съемки нового фильма «Гладиатор». Это на новом рынке я нашел вот такой прекрасный магазин для рыбака и охотника, для куховара, для повара. Здесь есть ножи на любой вкус. Здесь можно, знаете, действительно стоишь и просто хочется купить каждый ножик. Но не каждый нужен, каждый выбирает такой, как ему надо. А также здесь можно поиграться в кино. Тебе дадут вот такой вот щит, вот такое вот смертельное оружие, такая вот булава на цепи. И, конечно же, настоящий рыцарский шлем. Рынок новый. Прекрасный магазин. Лето – это не только овощи, которые выращенные на наших огородах. Это, конечно же, изобилие фрукты. И сегодня ее действительно изобилие. А какие цены, я сейчас быстро расскажу. Итак, вот есть еще яблоки того сезона. Мы о них сегодня говорить не будем. Они в цене 18 гривен килограмм. Но появилась яблоко наше уже, вот этот белый налив. Знаете, первое яблоко в деревне, так у бабушки, так хрусь его. Оно немножко с кислинкой, сладенькое, но вкусное. Просто обалдеть. Сегодня белый налив по 22 гривен килограмм. Черешня. Есть белая черешня, есть красная черешня. Белая – 40 гривен килограмм. Варенье с белой черешней, с добавлением лимона. Как это вкусно зимой. И есть красная черешня, крупная, здоровая, 45 гривен килограмм. Смородина – 35 гривен килограмм. Крыжовник. Почем крыжовник? Крыжовник – 50 гривен килограмм. Клубника – 40 гривен килограмм. Знаете, когда-то сезон клубники заканчивался в июне месяце. Но сегодня научились выращивать ее практически до сентября. Поэтому все лето будет клубника. Какая цена, мы узнаем. Все лето я с вами. Персик. Персик недавно был по 60, по 40 гривен. Сегодня персик – красавец. Есть 25 гривен, есть 15 гривен, есть 20 гривен. Ребята, есть даже 10. Покажите 10. А, вот, сзади меня 10. Он чуть прижатый, но я вам хочу сказать, это не гнило, это прижатый. Купили, тут же стали. Знаете, как в детстве. Все течет по рукам. И едите этот персик. Вкуснейший, нежный наш персик. Аромат сумасшедший. Так, есть еще абрикоска. Абрикоска всегда дороже, чем персик. В этом году не сезон. Вся абрикоса у нас погибла, но где-то она еще есть. Поэтому абрикоса сегодня по 35 гривен килограмм. Ребятки, вот такие цены были на фрукту. Это, знаете, это просто какой-то праздник. Изобилие витаминчика. Мы идем дальше. Вы знаете, Одесса легендарный город и город легенд. Так вот одна из легенд, что я почему-то стал вегетарианцем. Абсолютно нет. Мясо я как любил, так и люблю. Просто лето, летом хочется есть овощи. Овощи, особенно овощи на мангале. Но для тех, кто любит мясо на борщик, на котлетки, на пельмешки, на беляши, я обязательно вам расскажу цены на мясо на рынке новой. Давайте начнем с говядины. Сегодня говядины, хотя мы пришли поздно, но я вам хочу сказать, в корпусе прохладно, мясо выглядит, ну, как живое. Как живое. А вот какая цена такая, чтобы тоже обрадовала нас, мы сейчас узнаем. Итак, начнем. Ну, давайте начнем. Ребрышки говяжьи, почем? 45 гривен килограмм. Грудинка. Грудинка. 50 гривен килограмм. Вот такие вот кусочки очень вкусного мяса. Почем? 55-60. 55-60. Это что у нас? Косточка какая-то. Челочка. Это челочка. Ну, такая вот, хотя это мясо, но говорят, что это челочка. Не будем мерить на голову, почем челочка. 50 гривен килограмм. Обрезная голяшечка. 60 гривен килограмм. Антрикотик. 65. Антрикот. Антрикот, ребята, 65. Антрикот. Это, считайте, вы беточек получили бесплатно, потому что есть ребрышки. Почем? Что это такое у нас? Лопатка. Лопатка. Почем? 85. Лопатка 85. Беточек. Беточек 120. О, а что я вам говорил? Берете антрикотик и беточек за 120 вам уже в подарочек. Так, это что у нас? Это лопаточка. Лопаточка тоже. А это брюшинка, да? Это пашинка, пашинка. Пашинка, совершенно вкусное нежное мясо. Я не знаю, с него можно готовить просто все. Сядьте и придумайте. Так, это мы уже сказали, это сказали. Остался кусочек легкого. Легкое почем? 20. 20 гривен килограмм. И вот такой вот набор для наших друзей, меньших собачек, 10 гривен килограмм. Ребята, ваши домашние животные будут счастливы. Вот такие цены были на говядину, а говядина на рынке новом есть. Итак, цены на говядину вы уже знаете, а теперь свинина. Ну, начнем. Вот такой вот почеревок, который имеет больше мяса, чем сало. И такая вот нежная шкурочка, шмаленая соломочкой. Почем сегодня почеревок? 55 гривен килограмм. А вот такие вот ребрышки, красавцы, такие ленты, просто на гриль сразу. Почем сегодня? 75. Так, это у нас задняя, да? Лопаточка. Почем лопаточка? 80. Это? Костречек, задний окорок. Задний окорок и костречек. Какая цена? 85. И то, и другое. 85 гривен килограмм. А вот это что такое красивое такое? Задний окорок. Задний окорок просто красиво нарезан. Его можно, знаете, шашлык можно делать из всей свинины. Шея просто традиционна. А все остальное вы тебе сядьте и придумайте. А почем шея? Шея 100. Заметьте, я вам не зря сказал, что шашлык делается из всего. Вот такая вот красивая качалочка. 100 гривен килограмм. Нежнейшее, нежнейшее мясо. Биточек. Биточек 100. Так, что у нас здесь еще есть такое? Есть у нас небольшие копытца. Копытца небольшие с чесночком. Так, отварить часа 4. Сесть так, ах! Взять такую рюмочку, такую, знаете, запотевшую граненую рюмочку. И вот эти отваренные копытца, я вам говорю, это праздник. Жара убивает. Почем сегодня? 5 гривен штучка. Все, плюнем на жару. 5 гривен штучка. И запотевшая рюмочка. Такие косточки на супчик. 10 гривен килограмм, да? Килограмм. Здесь какие-то кусочки сала, я вижу. Просто можно обжарить на сковородочке. Знаете, те, кто знает, как делают сковородки из плуга. Есть такой сферический плуг. Его где-то крадут, находят, не знаю, делают из нее сковородку. Эта сковородка уникальна тем, что к ней ничего не прилипает. Многие делают ее на таких ножках. Под ней разжигается костер. Я, как рыбак и охотник, вам скажу. У нас у друзей есть такая сковородочка. Мы, когда выезжаем, бросаете вот такие кусочки сала. Почем они сегодня? 30 гривен килограмм. Они там шкварчат, шкварчат, жарятся. Потом бросаете туда овощи. Они тоже шкварчат, шкварчат, жарятся. Потом картошечку. Дома ее отварите, молодую картошечку порежьте. И тоже она все шкварчит, все это шкварчит. А туда вбиваем штук 20 яиц. Большой лоток вбиваем. Перемешиваем. Все шкварчит. Засыпаем зеленью и на природе. Сели и как? Жахнем? Ну, приблизительно. Так, вот такие вот сахарные косточки. 3 гривны килограмм. Шикарная цена. А это, между прочим, вкусный бульончик. Любой. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие цены были на свинину. За мной стоит моя любимая баранина. Так, чтобы не переключаться, мы перешли на баранину. Итак, вот такие вот ребрышки. Почем? 90 гривен килограмм. Шея. 90. Лопаточка. 140. Задняя ножка. 150. И корей еще есть 180. Странно, баранина у нас поднялась в цене. Но, я не знаю, когда-то, когда-то, если многие одесситы помнят это время, что баранина стоила дешевле, чем свинина. И фактически ее привозили, очень мало не было спроса. Появился спрос, цена возросла. Но, опять же, если вы едете по трассе и смотрите, пасется атара. Всегда можно подойти и договориться. А живым весом вам продадут гривен по 60. Вы сразу это берете и сразу на дикую природу. Потому что вот такие вот ребра. Можно купить немножко ребр и пару взять кусочков шеи. И все это сделать с овощами. Без воды. Овощи, мясо, мясо, овощи, овощи любые. Положили, крышечкой накрыли на костерчик. И за полтора часа в собственном соку у вас шикарное блюдо. Шикарное. Я столько рассказываю о вкусных блюдах, я захотел на природу. Надо ехать. Как показывает опыт, практика и частые съемки, на базарах все есть. Главное прийти, увидеть глазами и обязательно поторговаться. Я сегодня столько рассказал рецептов, что даже забыл, что я буду готовить. Но в субботу вы обязательно посмотрите, что Одесса готовит к обеду. С вами была программа «Одесса делает базар». До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»